Вчера в деле свежеарестованного торговца мобилами, который попал под стражу по подозрению в мошенничестве, уже будучи под уголовным сроком именно за мошенничество, случилась новость из рубрики «Заграница нам поможет». Папа, патентованного жулика, прозябающий на ПМЖ в Германии, впрягся за сына материально и погасил его жертвам их потери. Напомним, 31-летний Евгений, чья невенчанная жена, мать их общей дочки, числится хозяйкой офиса продаж под брендом «Билайна» на территории торгового центра на улице Черняховского, предлагал новейшие 13-е айфоны аж с 40-процентной скидкой. На это дело клюнула в том числе и Алена, которая в конце декабря сделала 100-процентную предоплату за 4 телефона наличными, получив чеки на руки. Доставку обещали то 30-го числа, то под елочку 31-го, потом со 2-го по 7-е уже января, но ни одного никогда так и не пришло. Алена свои аппараты все же выкружила после обращения в «Билайн», когда на нее вышли представители компании и все отгрузили. Когда на прошлой неделе она получила последний из 4-х телефонов, в тот же день вечером полиция по заявлениям обманутых клиентов торговца спеленала, и теперь он живет в изоляторе временного содержания под уголовным делом о мошенничестве. Статья 159-я, часть 2-я. Именно по 159-й части 2-й летом 2020-го он уже получил 2 года лишения свободы, но условно. А его сожительница тогда по делу прошла не соучастницей, а, так сказать, побочкой. Говорят, что на этот раз у нее больше шансов влипнуть по более полной программе, вплоть до группы лиц по предварительному сговору. Так вот, желая смягчить участь сына, которому светит до 5 лет по этому делу, плюс неотбытая часть условного лишения свободы, гасить ущерб потерпевшим взялся германский фаттер Евгения. Цитата Алены по Е1. С нами на связь вышел его отец, он живет в Германии. Он возместил моей подруге деньги за наушники, и еще одному человеку возместил деньги за айфон, в обмен на расписку о том, что к его сыну они претензий не имеют. На самом деле, отец Евгения готов возместить ущерб людям, которые пострадали, но, как он говорит, Евгений даже адвокату не рассказывает, на какую примерно сумму набрал в кавычках заказов. Отец Евгения глубоко убежден, что его сын не мошенник. Уверен, что его обманули склады. Очень жаль этого пожилого человека. Конец всех цитат.